Сразу предупреждаю, это видео скорее для меня самого, просто чтобы важное для меня событие осталось в памяти. 2017 год, 15 ноября, мне исполняется 25 лет. Для меня это очень важное такое, значимое событие, какой-то красивый возраст, красивая дата. В том же году выходит замечательнейший iPhone X, стоит он в максимальной конфигурации 92 тысячи рублей. На сегодняшний день уже сложно представить себе такие невысокие цены на флагманский iPhone, но тем не менее, я решил, что нужно отметить 25-летие с серьезным подарком самому себе и вуаля, вот он. Это iPhone X, купленный мной самому себе в подарок на день рождения 4 года назад. Это мой лучший друг, это мой боевой товарищ, я с ним везде, все время, что мы с ним только не проделывали. Давайте-ка сразу немножечко статистики. Я никогда его не перевосстанавливал, не перепрошивал, вот я его активировал 15 ноября 2017 года и с тех пор он живой. Что я могу сказать про iPhone X спустя 4 года? Это все еще очень бодрый телефон, он очень хорошо себя чувствует, он суперски работает, он нигде не лагает, он нигде не тормозит. Конечно, он уже немножечко морально подустарел, потому что у него уже старенькие камеры, но мне все еще хватает памяти. Здесь 256 гигабайт было изначально встроенных, сейчас где-то еще половина свободная, это очень много. Мне хватает скорости интернета, мне хватает скорости работы, я спокойно на очень высоких настройках играю в нем, очень редко, но играю в Call of Duty. Мне очень нравится, что здесь все еще есть 3D Touch, мне очень нравится эта технология, потому что с ней удобно играть в Call of Duty. Но, конечно же, телефончик так нехило подозносился за все это время, да, у него уже, ну, так, похрипывают динамики, он уже звучит не так красиво и басовито. Слушай, в сериале могут сыграть вообще все кто угодно, а вот в театре играть это как бы, ну, не каждому дано. У тебя главная роль, ты вообще об этом не подумал? Я не знаю, а у мамы ты думал? Она что, одна останется у тебя? Твоя лоху друг к ней даже не ходит никогда, а собаку-то свою не выгуливает. А я к ней не смогу ходить, а у мамы не зачуясь. С мамы? Да при полном. Уже, конечно же, я не думаю, что в нем осталась там какая-то влагозащита и так далее. И теперь давайте-ка для статистики. В первую очередь давайте-ка откроем фотографии, да, и посмотрим на самые первые фотографии, которые я делал в свой день рождения с айфона 10. Самая первая фотография с айфона 10, которую я сделал, это был портрет моей сестры. Вот такой вот он красивенький. Давайте я вам его покажу. Дальше в этот же день я, конечно же, поехал на работу, и у меня есть фотография своего замечательного коллеги и друга Кирилла Портнова. Еще вечером того же дня мы, конечно же, отправились в мой день рождения праздновать, поэтому у меня есть еще и замечательнейший портретик моих мам и сестры. Вот они замечательные и красивые. Далее, самый первый анимодзик, который был записан на этом телефоне, а я напомню, что это была просто киллер фича айфона 10, это Face ID, благодаря которым стало возможно вот так вот кривляться в виде эмодзин. Вот это был самый первый записанный здесь анимодзи. Это сделала моя мама, если что. Это выглядит вот так вот. Доброе день, зайчик. Не моргай. Ой, ой, стесняюсь. Это был не только самый первый записанный с этого телефона анимодзи, но и последний, потому что это функция для умственно отсталых, и кто ей пользуется, честно говоря, из взрослых адекватных людей, я себе представить не могу. Ну и самое интересное, давайте-ка зайдем в статистику, и вот здесь сотовые данные перечислены за текущий период, сколько всего мы наскачивали и назагружали за все это время, чтобы вот вам было наглядно. Я вам покажу, что вот статистика, последний сброс 15 ноября 2017 года, в 8.40 утра был активирован этот смартфон. За все это время я скачал с помощью смартфона только по сотовой сети почти 2 терабайта данных за 4 года. Когда этот телефон только выходил, когда его показали, вот этот серебристый, красивый, с стальной рамкой из хирургической стали, я дико с него кайфанул, и он мне напомнил, знаете что? Он мне напомнил Nokia 8800, с него тоже в свое время все ужасно текли, в общем был тоже красивый такой премиальный телефон, и вот этот вот, когда выходил, напомнил мне именно Nokia 8800. Я не ношу телефоны в чехлах, сейчас это вынужденная мера, потому что я не понимаю ради кого я должен его сохранять, мне нравится как телефон естественно изнашивается, как на нем появляются всякие царапины и прочее. Я очень аккуратный пользователь, я телефоны практически не роняю, очень редко это происходит, поэтому чехлы я не особо люблю. Этот телефон несколько раз здорово так летал, однажды я его просто впечатал в асфальт, но он так удачно вошел ребром, что вообще ни капельки не пострадал. Да, рамка из хирургической стали конечно же царапается, конечно же на ней что-то появляются какие-то дефекты, но ей не было вообще типа ничего, все стекла целые, все отлично. Но вот недавно случился неприятненький инцидент, у меня телефон как-то немножко неудачно выпал из внутреннего кармана пальто и к сожалению произошло вот это вот. Красиво конечно как говорится, а вдруг это что-то значит, но я чинить его не стал, потому что мне не нравится, я не знаю, мне кажется не очень как-то качественно можно починить, да, эту заднюю крышку менять. Я подумал, что я уже дохожу с ним как-то так вот в чехле, чтобы просто заусенцы стеклянные себе не поставить, потому что это очень неприятный опыт, дохожу вот так вот и потом когда-нибудь куплю себе новый. Но как-то ни времени, ни денег, ничего особо на это не было. Я дождался 15 ноября 2021 года и мои замечательные родные и близкие люди сделали мне невероятный подарок. Они подарили мне вот это розовый айфон 13 мини и ну это буквально телефончик моей мечты, потому что когда появился только мини формат, меня вообще снесло крышу. Это же по ощущениям было, представляете, это было как, это как возвращение к истокам, возвращение к айфону 5, 5s, это были супер приятные форматы, но при этом они были очень такие производительные, мощные, классные телефоны, но ими можно было комфортно пользоваться одной рукой. И вот это для меня примерно то же самое, супер мощный флагманский телефон, классный, но при этом которым можно пользоваться одной рукой. Я его тискал в магазине, тискал-тискал, мне так его хотелось, мне казалось, что он прям такой очаровательный. Да, Pro Max мне тоже очень нравится, но как-то, не знаю, вот это более необычные какие-то классные ощущения, мне захотелось его. Почему розовый? Потому что он, блядь, красивый и не надо ничего писать мне на эту тему. Мне нравится розовый цвет, нет ничего страшного, если ты мужик и тебе нравится розовый цвет. Розовый цвет это красиво, и именно поэтому я хотел себе именно розовый айфон. Даже вот сейчас вот если мы посмотрим, то розовый айфон 13 мини в коробке примерно такого же размера, как просто айфон 10 мой, вот доисторический. Честно говоря, я бы спокойно проходил бы с этим телефоном еще год, меня совершенно ничего в нем не запаривает. Профессионально снимать на телефон я уже давно перестал, я снимаю на камеру вот на эту вот. Но сейчас появился телефон с кучей интересных, необычных возможностей, с классными новыми камерами. И просто в новом формате мне очень хочется его поскорее раскрыть. Давайте-ка заглянем немножко в будущее, я вам покажу, как они смотрятся рядом друг с другом, да, вот так вот. Я давно уже перестал засматривать на новые телефоны, потому что я не испытываю к ним какого-то, знаете, такого прям желания, какой-то тяги. Ну, типа, у меня есть телефон, да, он хороший, он совершенно нормально работает, и меня это совершенно никак не запаривает, да. Ну, типа, я перестал гоняться за этим, за всем, все как-то стало неинтересно. Я вот все думал, пойду, куплю себе телефон новый. Я понимаю, что, да, он меня порадует там, типа, недельку, и все. И потом я буду им пользоваться точно так же, как и любым другим обычным телефоном. И это бы так и было, и, скорее всего, я бы так и не дошел купить себе новый телефон, ходил бы с этим и дальше, потому что он все еще отлично себя чувствует. Но вот, когда мне подарили новый телефон, я почему-то безумно, безумно счастлив и очень этому рад. Просто, просто что-то новое, новые классные впечатления. Хотелось отметить, что вот 4 года от звонка до звонка проходили мы вот с этим парнем, и ходили бы с ним и дальше, если бы, ну, на самом деле, как быстро. Face ID вообще супер мгновенно работает, я даже не знаю, что можно было в этом вопросе улучшить. Все супер классно, все супер плавно. A11 Bionic просто справляется совсем на ура все еще. Но, видимо, высшие силы решили, что пора нам обновляться. Поэтому прямо сейчас я этим и займусь. Ну, а вам спасибо, что вы глянули. Если вы порадуетесь за меня, мне тоже будет приятно. Если не порадуетесь, ну, ничего страшного, я как-нибудь это переживу. Все, ладно, ребят, давайте, до скорых встреч, пока.